Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. И это новая рубрика по The Isle Evrima, но пока что я для нее даже не придумал название. В общем, суть такова. Один из подписчиков мне предложил снять данный ролик, накидал идеи. Честно признаюсь, я когда-то об этом задумывался, но многие умирали на корню. Скорее всего из-за того, что много информации есть в новостях по Evrima на канале. Но я все переосмыслил и решил снять для вас данный ролик. Если у вас есть название для данной рубрики, пишите в комментариях сразу после просмотра ролика до конца с пометкой рубрика-далее название. Итак, суть в чем? Мы знаем много информации из разных источников по выходам всех обновлений в Evrima, но с точностью мы не знаем даты, цифры, время выпуска некоторых из них. И как я всегда проводил и провожу стримы, снимая выпуски новостей Evrima и делая анализы по сбору инфы, в некоторых выпусках обновлений я ошибался в разнице неделя. Знал, когда будет выпуск, но не знал точной даты. Учитывать будем все и придем в конце к приблизительной дате. С уверенностью успеха мы можем угадать 90%. Если только разработчики сами что-нибудь не перенесут. Итак, первая рубрика, первый запуск, Бэйпиазавр. В этом выпуске мы узнаем точную или приблизительную дату внесения динозавра в игру Стресс-тесты. И с какой вероятностью успеха это будет сделано. Если не ошибаюсь, то Бэйпиазавр заявлен с самого начала игры и появился на ранней дорожной карте 2 года назад. Была полная тишина, но к выходу обновления 5 гнездования о нем заговорили больше. Так, сегодня сентябрь, 7 число. Учитываем. Давайте сразу добавим плюс 10 к шкале успеха ближайшего выпуска. Вот такая шкала слева. Конечно, ролик, возможно, я уже делаю поздно и это всего лишь эксперимент. Идем дальше. Как ранее говорили разработчики, выпуски всех динозавров будут только после 6 обновления. Это было год назад. Планочку смещу я до нуля. Но весной появилась инфа от Панча Киссон и Гипна, что многие динозавры в игре будут появляться с незакреплением их на дорожной карте и неожиданностью для игроков. Плюс 20% к успеху я верну. Далее. Появилась куча роликов с анимациями Бэйпиазавра. Также Филипп Тессара после выхода обновления 5 провел стрим, где играл и показывал нам Бэйпи, его игровые механики. Сразу кидаю плюс 40% к успеху. И у нас уже 60. Все эти действия были с июня по конец августа. Выход обновления 5.5 ночное зрение было неожиданным. Да еще и 28 девлог. Где нам сказали, что данного динозавра осталась анимация хэтчей. Тут я конечно накину еще плюс 30 и в итоге уже 90. 90% успеха. Но на дорожной карте многие механики не отмечены пунктами и я уберу эти 30%. В итоге успех 60. Опять же вернемся к анализам и всего того, что мы уже давно знаем. Открываем занавес. Неожиданные выходы динозавров. Заявление о новых биомах на карте после выхода 5.5. Кстати, именно там Бэйпи Азавр должен существовать обновление 6 до конца года. На дорожной карте в этом обновлении Бэйпи не заявлен. Информация поздняя. Плюс 30. Стримы разработчика. Девлог. Ответы на вопросы. Плюс 10. Бэйпи готов. Плюс 40. Кстати, заметили небольшое затишье от разработчиков? Думаю, нас хотят удивить. Давайте накину плюс 10, что после каждой обновы их было 5. Всегда добавляли динозавров в игру. Уже 90%. А плюс еще закрытые стресс-тесты. Итак, не знаю, как у кого, у меня вероятность 90% успеха. Погрешность есть везде, во всем и у всех. Итог. Стресс-тесты. Середина месяца. Если все будет гуд, то полноценный выход через неделю после полировки. Конечный результат. Конец сентября. Опять же, все может пойти по-другому. Но это будет наш результат. Самых остроумных в комментариях, по типу, знаете со Стебом. Результат выхода игры ниже нуля или выйдет через 100 лет. Просто буду лайкать. А для тех, кому реально зашел данный видос, пишите свои пожелания, комментарии. Я думаю, что многое понятно и ясно уже давно. Жду от вас новых заявок на анализ. Что же, всем хорошего выживания в мире The Isle of Rima. Пока.